Канаковский район переживает первую волну остро-респираторных заболеваний. Болезнь бьет по самой уязвимой части населения. Наибольшее количество случаев инфекционной болезни зафиксированы у детей и у пожилых людей. В эфире программа ГОСТ-студия. Какова на сегодняшний день ситуация и не перешагнут ли эпидемиологического порога сезонные ОРВИ? На эти и на другие вопросы нам ответит главный врач Канаковской ЦРБ Александр Васильевич Гуренко. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. И первый вопрос. Какова эпидемиологическая ситуация в районе по заболеваемости ОРВИ и гриппа? Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в настоящее время соответствует таким же эпидемиологическим ситуациям по времени года, в котором мы на сегодняшний день проживаем. Хочу сразу сказать, что эпидемии ОРВИ и эпидемии гриппа в Конаковском районе города Конаково не фиксируется. Фиксируется, как обычно, в это время года, во время оттепелей. Все мы с вами хорошо знаем, что средняя температура на сегодняшний день где-то на 4-5 градусов выше, чем, которая должна быть у нас обычно в это время минусовые температуры, сейчас плюс. И заболеваемость ОРВИ и гриппом, конечно, повышена. По сравнению с благоприятными, благополучными, если можно так выразиться временами года, в полтора раза, в 1,7 раз повысилась сезонная заболеваемость ОРВИ и сезонная заболеваемость гриппом. А какая категория граждан входит в группу риска заболеваемости? И какие-нибудь цифры приведите? Ну, прежде всего, нужно сказать, что в группу риска входят дети. Все дети от 0 до 17 лет. И нужно сказать, что заболеваемость среди детей выше, чем заболеваемость среди взрослых. Ну, например, я могу привести пример. У нас вчера было зафиксировано 220 случаев обращения с характерными жалобами на повышение температуры, температура тела, на насморк, кашель, недомогание, повышение температуры. И из них более 150 — это дети от 0 до 17 лет. Также в группу риска входят наши люди старшего возраста, старше 60-65 лет, и все люди с хроническими заболеваниями. Хронические заболевания легочной системы, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, больные с сахарным диабетом, и больные с сосудистыми заболеваниями, перенесшими инфаркты, инсульты с обритывающими атеростерозами нижних конечностей, ну и так далее. То есть все, в принципе, люди, которые страдают теми или иными хроническими заболеваниями. Вот я связывалась с эпидемиологом вашим, и она сказала, что были зафиксированы случаи гриппа. Да, конечно. Ведь при определенном подозрении на наличие гриппа у человека ставится диагноз не только на основании клинических данных, то есть это повышение температуры тела, недомогание, головная боль, боли в мышцах и суставах, но и верифицируется лабораторными методами исследования, в частности, вирусологическими методами исследования. На сегодняшний день в городе Конаково зафиксировано, и в Конаковском районе зафиксировано 22 случая гриппа. Из них по городу 11 случаев и в районе 2 случая детей от 0 до 17 лет. То есть из 22-13 человек это дети, у которых верифицирован диагноз гриппа. Из всех этих гриппов лишь 1 H1N1 грипп. Но все эти заболевания не осложнены, без присоединения к ним пневмонии, бронхитов, все они протекали гладко, все наши жители выздоровели на сегодняшний день. А какие плановые мероприятия проводились с целью профилактики гриппа? Или они уже проводятся или будут проводиться? Они и приводились, проводились, они проводятся и они будут продолжаться обязательно проводиться. Ну, плановые мероприятия я бы мог бы разделить на два. Плановые мероприятия, которые профилактические, которые проводятся непосредственно в ЦРБ и плановые мероприятия, которые проводятся в общеобразовательных учреждениях. Потому что все, наверное, знают, что в общеобразовательных учреждениях медицинскую деятельность также ведется силами Конаковской центральной районной больницы. У нас в больнице зарезервированы палаты, боксы для госпитализации больных с ОРВИ и его осложнением и с заболеваниями гриппа. У нас обязательно госпитализируются дети до трех лет, обязательно госпитализируются дети старше 60 лет и обязательно госпитализируются беременные и тот контингент, которым я говорил выше, то есть страдающие хроническими, сердесосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Также по Конаковской ЦРБ в настоящее время в связи с ростом ОРВИ и гриппа ограничена плановая госпитализация больных, ограничено посещение больных. То есть проводятся эпидемиологические мероприятия для того, чтобы ограничить контакты между собой пациентов по максимуму. Видим также масочный режим в больнице и так далее. По школам организован ежедневный мониторинг. Также мы мониторируем всю ситуацию по школам. Все дети осматриваются нашими медицинскими специалистами. Проводится проветривание. При малейшем подозрении на заболевание докладывает медсестра эпидемиологу и мы вызываем или туда отправляем бригаду, или вызываем этого ребенка к себе. На прием в школах нашими силами наших сотрудников, медицинского персонала проводятся и будут проводиться родительские собрания с целью рассказать о профилактических мероприятиях, домашних условиях, для того, чтобы не допустить заболевания как в семье, так и в частности для ребенка. Исключить возможность, ну во всяком случае не исключить возможность, во всяком случае максимально ограничить возможность заболевания ОРВИ и гриппом. Александр Васильевич, я вот, конечно, сейчас углублюсь в вопрос, но как точно определить, грипп это или не грипп? Вот как проводятся ваши вирусологические обследования? Вирусологические обследования проводятся в инфекционном отделении, в поликлинических условиях, при подозрении врача на то, что есть грипп. Все мы с вами, наверное, ошибочно считаем, что когда повысилась температура, появился насморк и легкий кашель, то это уже грипп. На самом деле это острая респираторная вирусная инфекция. Она тоже делится на всевозможные инфекции, ротор вирус, аденовирусная инфекция. Для гриппа не характерны насморк, для гриппа характерна головная боль, повышение температуры тела, боли в суставах, боли в мышцах. Вот когда есть только такая клиника и отсутствует насморк, слезотечение, тогда возникает, конечно же, подозрение на грипп, и доктор пишет направление на вирусологическое исследование. Вирусологическое исследование проводится у нас, мы централизованно забираем все биоматериалы и отправляем в их медицинские центры города Твили, где и проводятся эти вирусологические исследования. Вирусологическое исследование по поводу гриппа проводится на базе центра СПИД. Сколько дней уходит на то, чтобы проверить анализы? Ну, где-то, наверное, я думаю, 3-4 дня, потому что все это связано с тем, чтобы доставить биоматериал, они его исследуют и потом дают ответ. Если бы, конечно, это было происходило у нас, наверное, это было бы хотя бы на 2 дня быстрее. В этом году положение осложняет то, что действует сразу несколько штаммов вируса. Вот расскажите о них немножечко. Ну, штаммы вирусов, понимаете, какое дело, вирусы мутируют. Некоторые вирусы становятся невосприимчивы к определенным группам препаратов и невосприимчивы к той иммунизации, которую мы проводим. Сказать, что какой-то вирус агрессивнее, чем вирус, например, другой, ну, я к этому лично отношусь, ну, несколько скептически, потому что любой вирус при неадекватном лечении, при несвоевременной диагностике может привести к довольно неприятным, а иногда и фатальным последствиям. Поэтому хочу сразу же призвать все население города Конаково и Конаковского района поменьше заниматься самолечением при подозрении, при повышении температуры тела, при появлении головной боли, при описанных выше симптомах сразу же обращаться к врачу. Как отмечают врачи, спокойно себя чувствуют могут те, кто делал заранее прививки от гриппа. К тому же, по показателям, ситуация с вакцинацией в 2013 году значительно лучше по сравнению с 2012 годом. Это так? Дело в том, что вирус мутирует постоянно, и ту иммунизацию, которую мы проводим, ту опасность, если можно так сказать, вирус очень быстро начинает чувствовать и мутирует, уходит от этого иммунитета, и наш с вами иммунитет перестает видеть новые штаммы вирусов. А прививки с каждым годом, они совершенствуют? Прививки совершенствуются, но все-таки прививки не могут охватить все хитрости природы. То есть, не вероятность, а изменчивость вирусов гриппа, да и вообще всех остальных микроорганизмов. Они очень быстро начинают привыкать, адаптироваться. То ли к противовирусным препаратам, это же касается и бактерий. Мы очень часто меняем как дезрастворы в больнице, так и антибиотики, потому что с определенным течением времени микрофлора привыкает. Не привыкает, а вырабатывает иммунитет к нашим противомикробным препаратам. Точно так же ведут себя и вирусы. Я понимаю, что вы врач, и вам трудно принять позицию многих людей, которые предпочитают лечиться народными средствами, а не ходить к врачам. Тем более, у нас, как известно, их не хватает. Как вы относитесь к самолечению и какова ситуация с врачами? Особенно это касается узких специалистов. Значит, по узким врачам я должен сказать, что хирурги у нас два хирурга работают. Мы взяли недавно онколога в поликлинике, у нас появился дипломированный онколог. У нас работает три невропатолога. Один из них работает на полставки, один работает на 0,75 ставки и один работает полностью. Конечно, невропатологов у нас не хватает, поэтому мы в настоящее время работаем тесно с ТГИМА и учим невропатологов. С терапевтами ситуация несколько улучшилась. У нас на 20 участках работает 14 терапевтов на сегодняшний день. Конечно же, это не полный комплект. И доктора взаимозаменяют друг друга, берут нагрузку в соседние участки. Самая сложная ситуация с детством. В педиатрии у нас на сегодняшний день работает 4 участковых врача. Мы провели несколько производственных совещаний, разработали программу поддержки наших участковых врачей для того, чтобы привлечь кадры. Очень тесно работаем с ТГИМА, активно сейчас работаем по программе переселения соотечественникам. В настоящее время из бывших республик Советского Союза к нам изъявляют желание приехать три врача-педиатра. Мы их ждем, потому что это тоже быстро не делается. Им необходимо войти в эту программу в консульстве России, там у себя в республике, нострифицировать, то есть провести в соответствии свои документы с нормами и законами Российской Федерации. И только тогда они смогут приступить к работе. Но я очень надеюсь, что к лету, к сентябрю ситуация, чтобы она нормализовалась еще рано, но значительно улучшится, я на это очень надеюсь. Более того, мы ждем также и пополнения в родовспоможении. У нас должно прийти два врача, акушер-гинеколога, и у нас должен прийти врач-неанатолог. Поэтому, как известно, роддом у нас на сегодняшний день работает по типу первого, роддома первого типа. Это роды только экстренные, только те, которые не могут быть маршрутизированы в силу всяких причин, в силу внезапности возникновения родовой деятельности, в силу того, что человек не стоял нигде, ни на каком учете, и это житель, может быть, даже не города Конаково, Конаковского района, а может быть, даже и зачастую не жители Российской Федерации. Они все направляются у нас в перинатальный центр и в другие родильные дома города Твери. Вот если все будет идти по плану, как мы планируем, то где-то в сентябрю месяце мы начнем работать в своем обычном режиме роддома, то есть по роддому второго типа у нас будет. То есть мы сможем принимать тех рожениц, которые, согласно приказу маршрутизации беременных, в связи с водом перинатального центра, должны будут рожать у нас. Но в принципе, согласно этого приказа, у нас будут рожать абсолютно здоровые женщины. По поводу самолечения. Дело в том, что самолечение, самолечение витрозь, если это самолечение основано на понимании этиологии и патогенеза заболеваний, то есть причин и схемы развития заболевания, я столько двумя руками за, потому что если человек принимает бактерицидные, и бактериостатические какие-нибудь продукты, которые обладают этим действием, значит, они борются с причиной, борются с вирусами, борются с бактериями, которые очень часто, практически в 90% случаев присоединяются. При вирусных заболеваниях присоединяется патаричная микрофлора бактериальная. Но это вы говорите про народные средства. Я спросила про то, что люди часто, зачастую, сами ходят в аптеку, прописывают себе, грубо говоря, лекарства. Как вы к этому относитесь? Ну, я к этому отношусь. Не консультируясь с врачами. Понял. Да, немного не понял. Ну, к этому отношусь достаточно так с опаской, потому что, ну, можно долечиться до осложнений. Можно лечить вообще не в ту сторону. Я могу сказать это и по островирусным инфекциям, и по гриппу, когда люди занимались самолечением, лечили немножко не то, пошли на поводу у рекламы, и поступали уже в нашу больницу с осложнениями. И это касается не только острых вирусных заболеваний, это касается и боли в животе. Известны случаи, когда обезболивали, обезболивали, и приезжали к нам уже с клиники осложненных, хирургических, острых состояний. Вот поэтому я отношусь с осторожностью к таким людям, ну, и при личной встрече стараюсь проводить беседы о недопустимости такого. Потому что, ну, все равно, город у нас небольшой, доктора у нас, их, конечно, не хватает, но они присутствуют. Очень много докторов, которые ведут у нас коммерческую деятельность. Достаточно много жителей города Конаково, врачей, которые работают в других медицинских организациях. В частности, у нас очень много работает в Москве. Всегда можно найти контакт с докторами, посоветоваться хотя бы по телефону, для того, чтобы не допустить каких-то, ну, фатальных ошибок. Вот у вас некоторое время работал терминал в поликлинике. Как он упростил работу сотрудникам поликлиники, больницы, и что сейчас, на самом деле, сейчас произошло, почему он не работает? Ну, в настоящее время у нас вся эта система, единая медицинская информационная система, работает в тестовом режиме. Определенные настройки сейчас, ну, так, если можно сказать, не совсем отработаны, поэтому сейчас он опять отключен. Сейчас мы обмениваемся информацией, обмениваемся настройками с медицинским информационным и аналитическим центром. Ну, в принципе, наверное, это и нормальный процесс, потому что у нас еще целый месяц впереди для того, чтобы тестировать все эти системы. промышленная эксплуатация ЕМИС планируется с 1 апреля. Даже не с 1 апреля, а с 31 марта. Ну, там уже 31 марта, 1 апреля, в принципе, 1-2 дня. Поэтому, да, вот на сегодняшний день вот такая ситуация произошла. А вообще-то на сегодняшний день уже можно записаться через портал государственных услуг или через портал МобиМед на прием к терапевту и на прием к узким специалистам у нас в городе. Регистратура у нас тоже ведет свою работу. Чтобы сказать, чтобы на сегодняшний день я видел, как это упростилось, я пока что упрощения не вижу. Но, опять же, мы работаем в тестовом режиме. Есть определенное непонимание и нехотение понимания среди нашего медицинского, так скажем, персонала, сообщества. Все воспринимается в большинстве случаев нормально, но есть эпизоды, когда воспринимается все не в штыки, а все влечет за собой влечение продолжительности рабочего времени. А продолжение рабочего времени, понимаете, это не совсем в соответствии с трудовым кодексом, поэтому здесь приходится и объяснять, и менять, может быть, и функциональные обязанности. Ну, в общем, еще раз хочу сказать, что работа достаточно сложная. Объемная. Мы в этом направлении двигаемся. Я думаю, что к 1 апреля, если ничего, конечно, не случится с программным обеспечением, я надеюсь, что все будет нормально, все-таки мы запустимся. А информат, я думаю, с 11 числа он опять начнет работать. Сейчас мы с ним поработаем, настроим его опять. И будем работать опять через информат. У нас существует запись по телефону, у нас существует запись через интернет и через информат. Для тех, кто не может в силу определенных обстоятельств или причин, прийти в регистратуру и взять соответствующий документ для того, чтобы посетить врача. Вот у нас приближается праздник 8 марта. У вас есть прекрасная возможность поздравить милых дам, женщин с праздником. Спасибо. Уважаемые женщины, уважаемые медицинские работники, хочу, пользуясь случаем, поздравить всех с наступающим международным женским днем, с праздником всех женщин, с праздником весны, тепла, красоты, любви. Пожелать всем здоровья, успехов, семейного благополучия, мирного неба над головой. Ну и, конечно же, счастья. Спасибо. С праздником. Спасибо, Александр Васильевич, за интересную беседу. Подводя итоги встречи, стоит прислушаться к советам специалистов, своевременно обращаться к врачам, беречь свое здоровье и здоровье окружающих. Это была программа «Гость студии». Я напоминаю, что мы принимаем у себя экспертов, политиков, представителей бизнеса и руководителей. Мы обсуждаем то, что интересно, анализируем настоящее и строим прогнозы. Подключайтесь к разговору каждую среду в 18.30. Ждем ваших предложений или вопросов. Теперь мы есть не только на сайте telekontv.ru, но и в социальных сетях. С вами была Ирина Сергеева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова